Этих гадостей. Мы сегодня живем во времена максимально озлобленных людей. Максимально озлобленных. Причем, если брать по шкале, самые злые люди это счастливые мамы, тройняшек. А еще есть вторая категория злых людей. Это счастливая бабушка, замечательных внуков, мои цветочки. Это самые мерзкие, самые злые, самые болеводные, блядь, люди, которые существуют на земле. Вот просто, ребят, вот что ни сделала. Ты, сука, обложила себя, как этими обезьянками из мультика, вот этими своими детьми, вот так обложено просто, как будто, блядь, как будто стая голубей на тебя нагазила. Вот ты вся в этих детях. Сука, счастлив. И вот у нее написано внизу в шапке счастливая мама, тройняшек, счастливая жена, замечательного мужа, там третья, десятая. Ну, самое, блядь, сквернословное, что вообще существует на планете Земля и в социальных сетях, это вот как раз вот эти женщины. И вот так, и их же мамы, которые пишут о том, что они самые счастливые бабушки, где они фотографируются, на фоне вот так вот цветы стоят, и она на фоне цветов. Вот ей, блядь, ей 70, и она счастливая бабушка. И пишет, сдохни, сдохни, мразь, мразь, ублюдки, ублюдки. Я вам клянусь. Ребят, я как человек, на сегодняшний день, испытывающий на себе огромное количество замечаний, сообщений, и не всегда комплементарного характера, по большей степени наполненного негативом, поверьте мне, самые грязные рты это у счастливых мам и у счастливых бабушек. Это самые грязные рты. Не знаю. Но я думаю, что это проверено. Жень похудел очень. Я похудел. Не знаю. Я туда-сюда, у меня же как качели. Мне, для того, чтобы поменять немножко форму моего лица, мне нужно прибавить 3 килограмма. Чтобы вернуться как к обратному, к своему естественному состоянию, нормальному, мне нужно потерять 3 килограмма. Ну, короче, математика. Туда 3, обратно 3. Однозначно. Ты зачем, ты зачем под Киркорова косишь? Хорошо. Понял тебя. Однозначно. Нормальное уже не лицо. У всех выпьющих такое было бы. А я что, пьющий, Теплякова? Ты так написал, как будто я пьющий. Чем человек наполнен, то из него льется. Вы правы. Ну, скажи, пожалуйста, какой теме посвящен эфир? Никакой. Обо всем и ни о чем. Следи внимательно. Ушки развеси, слушай, о чем я разговариваю. Вы можете, кстати, у вас есть уникальная возможность задать какой-то свой вопрос, на котором я с огромным удовольствием отвечу. Если, конечно, посчитаю, что он интересен. Ну, так как бы. Было бы интересно, если вы ходили на натальную карту. Если бы сходили на натальную карту. На натальную карту. Я же не верю в это все. Все эти карты, марты, гадания, шмабаны. Я же человек православный, христианин. А православие отвергает вообще все это. И это имеет отношение непосредственно к язычеству. Это поклонение не тем и не тому. Натальная карта. Что-то знакомое такое. Натальная карта. Это девочка, которая, да, смешная. С парнем они сидят. Все, я понял, про что вы говорите. Передача такая. Все, понял я. Не, ну что, туда попасть, надо же быть популярным, надо быть каким-то интересным. Я какой? Я разве популярным? Меня кто знает там? Ну, бабки узнают меня там. Менты останавливают, узнают. Ну, не менты, гаишники. Вот. Бармены узнают. Ну. Сейчас, кстати, слава богу, стали узнавать не по дому два, а стали, очень много людей стало подходить. По поводу Ютьюба и по поводу Инстаграма, потому что... И меня так это радует, кстати. Это замечательно. Это замечательно. Мне такая мать, несколько ангелочков сегодня плюнуло на капот машины. Ну, это не переживай. Это не она, это ее ангелочки. Так-то она добрая. Пьющий, конечно, пару дней назад из штопора вышел. Я пьющий? У него есть девушка, не переживай. У меня нет, Сань, нет у меня, Александр. У меня нет девушки. Ты с Фадеевым общаешься? Да нет, конечно, я его не знаю. Я его уважаю, но я его не знаю. Женя хороший, всегда нравился. Темные волосы идут вам больше. Читай смс. Тебе тоже самому задать вопрос, что-нибудь вместо себя обсуди. Что думаете про сегодняшнюю ситуацию, про смерть русских при построении? Без понятия. Нет, я не общаюсь ни с кем, ребят. Я уже в начале. Гаишники и бармены, это топ. Меня тоже узнают. Ну, вот видишь, вот получается все, получается жизнь удалась. Все, считай, будет звезда. Считай, звезда. Медийка прокачена на всю жизнь. Медийка прокачена на всю жизнь. С темными волосами ты красавчик. Хорошо, ребят. Девочки, вы только запомните одну простую вещь. Смотрите, с темными волосами, с белыми, с желтыми. Но я же не ваш. Я не ложусь с вами в постель. Я не иду с вами, взяв вас под руку. Вам не приходится знакомить меня со своими родителями, со своими друзьями. Вам не приходится за меня краснеть. Точнее, не за меня, а за цвет моих волос. Поэтому вам зачем все это? Вот неужели вы считаете, что что-то в вашей жизни произойдет хорошее? Не знаю, заворота кишок, там, не знаю, натоптыши вдруг исчезнут в моменте, да? Если я обратно верну цвет волос, который у меня был. Это первое. Второе. Самое важное. Я же не спрашиваю у вас. Вот одно, если бы я спросил бы вас о том, как мне. Я же не задаю этих вопросов. Зачем вы мне пишете свое мнение? Оно неинтересно. Ну, правда, неинтересно. Субординация. Слыхали, что такое? В Яндексе вбейте слово. И вам все станет понятно. Чуть побольше внутреннего воспитания и этикета. Хорошо? И тогда все будет здорово. Я вас знать не знаю. Вы для меня посторонние люди. Это равносильно тому, что вы идете по улице, я к вам подхожу и говорю, слушай, ну, отвратительное, конечно, платье. Это что, прическа? Ты покрасилась? Вообще не идет тебе. Ужасно. И пошел дальше. Вот. Как вам? Ну, вот ровно то же самое. Только разница в том, что вы обидитесь, вас это расстроит, а мне все равно. Я экспериментатор, понимаете? Мне нравится так. Мне нравится менять себе что-то. Ну, а чего сидеть-то на месте? Ну, попробовал. Попробовал, не знаю. Но я уже, честно вам скажу, если все-таки вы хотите погрузиться в вопрос, связанный с цветом их волос, давайте немного, прям чуть-чуть. Надеваем маски, трубку, акваланг. Не, без акваланга, на чуть-чуть погружаемся. И ныряем. Если честно, просто захотелось какого-то эксперимента. Просто захотелось посмотреть на себя другого. Какие-то изменения. Потому что есть такое поверье, что если ты хочешь, чтобы что-то менялось вокруг тебя, начни с себя. Да? Там рыба, гнивец, головы. Ну, вот просто захотелось каких-то изменений. Первых, первых, наверное, два-три дня я ходил в капюшоне. Потому что я пока не был готов, я не привык еще к себе такому. Но сейчас я уже привык. Сейчас мне очень стало нравиться, потому что стали играть цвета, мои волосы стали пробиваться, то есть отрастать. И такая, знаете, цветовая гамма очень интересная, насыщенная. Я уже к себе привык. Мне уже нравится. Мне уже нравится. Я доволен. Основное же что? Главное, чтобы нравилось мне, правильно? Я же не для вас живу. Вы же социум, вы же общество. Даже лучшие друзья после вашей смерти через час будут сеять в кинотеатре, смотреть комедию и ржать. После... Через час после ваших похавов. Поэтому, знаете, жить для того, чтобы нравиться обществу, не моя история. Я не вредитель, и я, кстати, не токсичный. Я, если что-то делаю в этой жизни, то только во вред самому себе. Я никогда ни одному человеку не причинил боли. Я никого не предал, ни через кого не переступил, никого не подставил. Понимаете? Я вот живу, как живу. Это мой выбор. Живу в полном одиночестве. Не в том плане, что у меня никого нет. Нет, у меня есть дети, родители, друзья, но... Но нету вот настоящего такого друга, знаете, с которым хочется просыпаться, засыпать, делиться радостями, успехами, какими-то неприятностями, падениями. Но друга, я имею в виду, в лице женщины. Я гетеросексуал, поэтому особо мальчишки давайте. А то я смотрю, уже напредставляли, как зайчик у меня впихаете. Не-не-не-не-не. Женщину я люблю. Но, знаете, мне на протяжении уже сколько, ну с какого времени уже? На протяжении точно лет двух мне говорят, Жека вот час. Все вот эти мои друзья, астрологи, гинекологи, урологи, там, не знаю, они мне все говорят, вот в этом году встретишь любой, вот в этом году. Мне уже два года говорят, они все говорят, говорят. Но уже вот три года будет сейчас. В мае месяце три года, как я один, три года, как я ушел из семьи. Не по своей воле. Не, ну как не по своей, по своей, меня же не заставили, но своими ногами ушел. Не знаю, еще не встретил я. Ну а как встретишь? А с другой стороны, как встретишь, когда ты дома постоянно сидишь, да? Ну таким, знаете, стал. Отшельником, городским только. Я не думаю, что это, я не социопат, мне очень нравится общество. Я вообще очень люблю людей, кстати. Я стопроцентный филантроп. Я правда обожаю людей. Я верю, верю людям, верю в людей. Я умею их оправдывать. Я легко прощаю человека. Я не держу зла на людей. Я не умею этого делать. Я не конфликтный. Бывают такие ситуации, даже когда я не прав, когда я прав на 100%, мне проще подойти, слушай, давай это. Я не люблю находиться в конфликте. Меня это разрушает изнутри. Мне очень это не нравится. Я не умею, знаете, взять и абстрагироваться от чего-то. Я вот как губка, 100%. Кто живет на дне океана? SpongeBob SquarePan. Вот я все, все впитываю. Я не просто пропускаю через себя, все впитываю. Ну ладно. У меня, кстати, еще очень память короткая в плане людей, которые делают мне какие-то там, ну если кто-то сделает неприятную вещь, я забуду. Очень быстро. Ну не знаю я. Не знаю. Кто-то скажет, всему свое время, вот, пиздеть, не мешки ворочать. Сколько денег платят, чтобы пропаганду нести? Мне? Ну с твоей зарплаты, с тех налогов, которые у тебя, ну в твоем случае у тебя забирают, вот, то с твоих налогов, ну где-то около 4-4 миллионов рублей в месяц у меня выходит зарплата. Ну вот, да. Какая глупость, господин. Извините. Наши слюни поетели. Но это не яд, не яд. У меня слюни лечат. Поэтому если вдруг чем-то болеет там, вот, от, как говорится, ниже живота до выше бровей, пишите мне, я отправлю в баночки. Просто берете, аккуратненько вот смачиваете, там где-то какие-то больные места наносите и все, и все излечивается. Как, 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 говорится, рукой сняло. Ребят, я не знаю, кто в нашей стране любит, любит Россию за деньги. Я вообще не верю в патриотизм за деньги. Не верю. Я на протяжении очень многих-многих лет, кто давно следит за моими социальными сетями, на протяжении многих, вот сколько себя помню, вот, именно в этом статусе, я всегда был на стороне нашего президента, на стороне нашего народа, флага, гимна, вот, уже я люблю, я люблю свою страну, люблю людей, я уже говорил об этом выше, люблю своего президента и поддерживаю его полностью. В любых, в любом его решении я всегда буду на его стороне. Не потому, что он мой президент, а потому, что все, что он делает, я с этим согласен. Я согласен с этим не потому, что я слабохарактерный или у меня нет своего мнения, нет, потому, что я умею немножко анализировать и я понимаю, для чего, для чего сделано это, для чего сделано это. Здесь как бы не нужно 10 образований, понимаете, и быть доктором или профессором. Здесь просто маломальски, на уровне 2-3 класса нужно уметь анализировать происходящую ситуацию. И ты поймешь все, и ты сразу поймешь, а, а, вот почему он это сделал. А, нет, тогда он красавчик, ну, тогда он красавчик. Писать мне такие вещи такого рода. Я бы с огромным удовольствием подпринимал бы деньги, кстати. Если кто-то меня смотрит из правительства Российской Федерации, я обращаюсь к вам. Меня зовут Евгений Кузин. Я бы очень хотел бы, если бы вы мне платили зарплату, ну, вот платили бы деньги, вот тут пишут просто про деньги. Желательно, очень большие я хотел бы получать, потому что я люблю вас, вот, и мне хотелось бы, чтобы вы отвечали взаимностью. Вот. Личная встреча, в личной встрече не нуждаюсь, ваша любовь пусть проявляется в деньгах. Номер карты скину позже. Спасибо огромное. Жду перевода. Угу. Я не знаю. Было бы здорово, кстати, получать бабки за это. О, зацепило. Да нет, мне не зацепило, меня просто раздражают, вот такие зомбированные люди, вот такие вот. Как можно назвать человека, являющийся патриотом своей страны, пропагандистом? В чем моя пропаганда? В правде? Так правда, это не пропаганда. Пропаганда это то, чем занимаетесь вы. Понимаете? Вы даже не пропаганда. Вы опухоль, которую нужно вырезать, потому что вы распространяетесь с немыслимой силой. Вы как вирус в нашей стране, среди нашего народа. Понимаете? Вы же зомбированы. Один ваш укус, он вот так распространяется. Вы там друг друга собираетесь у себя в маленькой комнатушечке там, в штабике там. Кого вы там собираетесь? Навальнистов? Вот. Нигилистов? Я уже не знаю, кто вы там, как вы друг друга называете. Ну, для нас, для всех вы педерасты. Вот. Вы там собираетесь, и друг друга, только зомби, они друг друга кусают, а вы друг друга отсасываете. Вот. Понимаете? И тем самым, вы вот так заражаете, заражаетесь. Слава богу, не всем нравятся оральные ласки. Поэтому как бы 99% живущих на территории Российской Федерации людей, они еще здравомыслящие, и они понимают, как устроен этот мир, и любят нашего президента. Вот. Поэтому мои золотые. Мы особо не переживаем. Мы особо не переживаем. Да, ананисты. Вот они все там. Навальнисты, ананисты, нигилисты, мазохисты. Где Артемова? Ребят, честно говоря, села батарейка в GPS-навигации, которую я, блядь, строил ей в телефон. Ну, там отдельно, там на отдельной батарейке. Да откуда же я знаю, где вас? Где Артема? Чего ты такой злой? Я злой? Бондаренко? Да я не злой, я просто отвечаю людям. Ко мне же люди приходят. С дерьмом во рту. Ну, я что, тебе не могу понять. Живу по принципу, ударили по щеке, подставь вторую. Нет, это не мой принцип. Вы ко мне приходите с мечом, я вам этот меч в задницу и вставляю словесно. А вы говорите, я злой. Я Айкас не курю. А где ваша собачка? А я же отдал ее. Отдал добрым людям. Отдал. Вот, которые ее любят, занимаются с кинологом, каждый день гуляют по два раза, кормят. Ну, кормят, я кормил. Ну, она живет в любви. В любви, в нежности. Ей там лучше, чем со мной. Что еще раз? Жень, ЛТ, херачить, ты их, а заколебали уже, писать. Что такое? Случайно нажала на прямой эфир и сразу слово отсасываете. У меня дочка рядом. Ну, мои золотые. С кем общаюсь? Да ни с кем не общаюсь. Жень, привет, с Комсомольской на Амур. Комсомольскую на Амур огромный привет. Ты вставь меч Артемовой лучше. А что Артемовой вставлять? Зачем меч? Она добрая девочка. Добрая. Часто вспоминаешь Дом-2? Ну, нет, нет, конечно. В смысле, что значит вспоминаю? Снится ли он мне? Нет, не снится. Смотрю ли я его? Нет. Слежу ли я за какими-то пабликами или участниками? Нет. Говорю ли я об этом? Ну, вот, когда вы спрашиваете что-то, задаете какой-то вопрос, я отвечаю. А так, сам я эту тему никогда не подниму. Дотошный, до ужаса. Что принимаешь? Ой. Ну, когда солнце есть, то лучи солнечные. Витамин Д3 очень люблю. Когда лучей нет, то медитирую. И полгода у меня сейчас вторая ступень райки. Сейчас связь с космосом очень серьезная у меня. Сегодня принял энергии больше, чем положено. Но она все равно сейчас выходит. Благодаря вам и вашим негативным сообщениям. Комменты. Вот она. Вот она. Пошла, пошла. Еще чуть-чуть отсюда энергии отсюда. Ловите, ловите. Жень, ты правда отдал собаку? Привет из Хабаровска. Привет, Хабаровска. Что думаешь о поездке Киркоров в ДНР? Дело не в том, что он туда поехал. Дело в том, что он там подарил. Он же подарил куклу самого себя. Деткам. Деткам подарил. Он поехал в ДНР, Киркоров, подарил куклу самого себя. Я представляю, что нам дети с этой куклой сейчас делают. Причесывают ее, укачивают, переодевают по несколько раз на дню и спать укладывают. Сто процентов. К Рустаму Солнцеву не хочешь съездить? Как относишься, что Дмитренко поет твою песню? Ну, во-первых, Саша, это не моя песня, это песня, которая про... Смотрите. Песня была написана для меня и пел ее я, но авторские права и права на исполнение этой песни, они всегда принадлежали проекту. Поэтому, видимо, он там как-то договорился и ему отдали эту песню. Ну, вся страна знает, что это моя песня. Ну, пусть поет. Привет, как ты относишься к Собчак? Никак вообще не отношусь. А как к них не относиться? Люблю вас смотреть, очень нравится ваша рилс. Спасибо. Волоскопия желтый лук ужас. Желтой? 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 А что такое желтой? Желтой это что такое? Это что-то на калмыкском? Красивый, видимо, да? Волоскопия красивый лук ужас. Помнил я. Лук какой? Из которого стреляют? Вот этот лук, что ли? Причем здесь он вообще? Что думаешь о смерти Навального? Я уже высказался в своем рилсе. У меня здесь в ленте, в инстаграм, где вы сейчас меня смотрите. Можете выйти из моего эфира и посмотреть мой рилс по поводу смерти Алексея Навального. Привет. С родного. Жека, ты красавец. Спасибо, привет, родному. Не, 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 не желтый, не через Йои, не, не через О у него все. Ты хорош, но вот почему так агрессивно отвечаешь? Почему, Эрмина, я агрессивно отвечаю? Нет. Просто у меня подача такая. Я же южный. Вот смотрите, у меня, кстати, очень многие друзья приезжают на юг и говорят, Жек, почему с нами все разговаривают, как будто наезжают на нас? Я говорю, в каком смысле? Ну вот говорит, что не спросишь там, где машину припарковать? И вот там паркуй, иди вот тут, вот тут, вот тут паркуй. И ощущение, как будто на юге все наезжают, что-то вот хотят предъявить. Но это не так. На самом деле, южные люди, они очень добродушные. Просто у меня может быть подача такая и манера общения такая, но я ни в коем случае, я не вкладываю в это какое-то зло. Нет, нет. Я нормально разговариваю. Вам просто кажется. Просто то, что я не вылизываю вам очко, понимаете, я не рассказываю про единорогов, которые срут зефирками, и говорю вам правду в лицо, а не обходя острые углы, не кричу направо и налево, что вы мои люди, и без вас и никто, и вообще вы самое прекрасное, что и есть. Ну, вы воспринимаете мои слова, мою правду как в агрессию? Ну, ребята, это уже ваше дело, это же ваше восприятие. Ваши проблемы, мои золотые, это только ваши проблемы. Понимаете? Они не касаются ни остальных участников чата, не меня. Это касается только вас. Если вы воспринимаете меня, то это личные ваши проблемы. Человек самодостаточный, человек уверенный в себе, у которого все хорошо, в любви, в работе, в семье, он слушает меня и кайфует просто. Либо берет и переключает, ну, скорее всего, просто остается и кайфует. Думает, ой, классный Жека, прикольный, что, бу-бу-бу, там, та-та-та, смешно, прикольно, о, информативно, чтобы у него все нормально в жизни. А люди, которые обеспокоены какими-то определенными проблемами, бытовыми, там, не знаю, разными, всяческими, связанными, там, извне и внутри, они, конечно же, будут видеть во мне агрессивного, злого, некрасивого, пьющего, употребляющего, толстого, раздраженного, понимаете? Потому что человек привык, так он транслирует свое внутреннее состояние, он смотрит на другого человека, я же не один такой, я же не один алкаш, вот он тоже алкаш, напишу ему, что он алкаш. Ну, это же так работает, ну, это чисто психология, не знаю, первый или второй класс. Ну, по факту. Привет, пожалуйста, можно передать? Нет. Да, ты просто открытый человек, да я не хочу переключать вас, сколько вам лет? Все мое, с Ритой общаюсь? Нет, не общаюсь. С Митей общаюсь. С Митей общаюсь. Ребят, к чему вопрос, сколько мне лет? Скажите, вот вы постоянно, вы знаете, вот в программу любого человека вложено, вложено несколько вопросов, абсолютно тупых, ненужных, которые не дадут вам ничего. Это, привет, как дела? Ты спрашиваешь при встрече, хотя тебе плевать, как дела у человека. И даже если он тебе скажет, что плохо, ты скажешь, а, ну ладно, выкарабкивайся. Ну, тогда для чего ты спрашивал? Потом, сколько тебе лет? А вот, вот, ну, для чего вот эти вопросы? Что они в вашей голове вот изменят или в вашей жизни? Это и есть правда, пьющий и употребляющий. Да мы все пьем, я каждый день воду пью. Употребляющие, ну да, да, я добавляю соль в пищу. Да, 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 еще что вы скажете. Если я в 40 лет выгляжу как алкаш, как наркоман, по вашему мнению, ну, мои золотые, тогда, значит, помимо алкоголя и наркотических веществ, у меня где-то еще растет небольшое деревце с молодильными яблоками. Ведь к профессионалам, как же профессия-то называется, господи, к косметологам, к помощи косметологов я не обращаюсь, уколы я никакие красоты не делаю, я ничего не делаю со своей кожей, маски, шмаски, какие-то есть маски у меня вот эти в холодильнике лежат, у меня просто нравится ощущение, когда, знаете, они холодные, ты прикладываешь, вот, и я от этого обалдею. Ну, тогда, тогда, да, тогда, да, тогда с вами согласен, тогда с вами согласен. Вот. 40, я думала, меньше, а ответ получила. Ну, мне не 40, мне меньше, это я так просто округляю. На свои годы и выглядишь. Ну, да, конечно, конечно, да вы не завидуйте, мои золотые. Знаете, я бы на ваших мужичков посмотрел бы, на вот этих, вот этих, вот этих вот, животиком там, вот этих вот, пердящих, с грязью под ногтями, посмотрел бы на них. Вот. 300 лет назад смотрел Дом 2, нравился Женька, юмор. А, ну, вот видишь. Вот, получается мне 339. Женька, привет, из Франции, сколько лет вашей дочурке? Привет, Эльмина, 4,5 года. Привет, привет, баракуда там, привет, привет, всем привет. Господи, вот, вот, что за неприятные люди? Вот, как можно зайти к постороннему мужчине? Вообще, ваши мужики знают, что вы тут сидите, надрачиваете на Кузина? Ну, они в курсе того, что вы вообще подписаны, да? Не то, что подписаны, вы смотрите эфиры мои. Ваши мужики знают, пока они там денежку зарабатывают, чтобы вам осенние, блядь, весенние сапожки купить. Ага, и кредит оплатить за айфон, который они вам подарили, блядь. Они вообще знают, что вы здесь другого мужика смотрите? Вот, что за привычка? Что вообще? Вот, как вот, что за манера общения? Как можно зайти вообще к постороннему мужчине, сидеть и говорить, ты старый, ты там говно, ты алкаш такой-сякой? Вот, что у вас в головах? Вот, что у вас в головах? Я, знаете, что буду делать? Я сейчас вот, что буду делать. А, знаю, ну, ваши знаю, я сейчас буду делать. Смотрите, сейчас вот эти вот, кто меня оскорблял, вот они как раз с этими, с фотографией. А я сейчас после эфира, я сейчас каждую из вас, вот она пошла, так, Анастаза, поехали. Каждую из вас у себя в этом. Отмечу вас. И ваши друзья 100%. У меня сейчас 150 тысяч просмотров stories. Вот у меня на сегодняшний день, статистика активной страницы, 120-150 тысяч просматриваемых stories моих, историй. Я думаю, что до ваших друзей, до мужей дойдет. Я подпишу, вот они, посмотрите, ваши жены сидят у меня, признаются мне в любви. И попробую потом еще докажу, что нет. А я докажу, я докажу, я сейчас вам сделаю. Вы же такие крутые, приходите здесь. Сейчас мы, блядь, вся мы вам, вся мы золотые. Я так и напишу пост. Я прошу прощения, одолевает женщина, пишет мне постоянно, что хочет меня, скидывает фотографии голые, я все удаляю, чья жена, отзовитесь. Вот так сделаю. А потом, блядь, отмазывайтесь, разбирайтесь со своими. Мне ваш муж напишет, я ему скажу, блядь, вчера только пизду свою, вот так раскрытую, как, блядь, цветок лотоса прислала. Я чуть, меня чуть не вырвало просто. Как ты с ней живешь, с этой собакой. И потом разбирайтесь со своими мужиками. Мое это дело правое, понимаете? И ни один мужик мне не предъявит. Кто мне предъявит? За то, что их бабы сидят в моем эфире, пока тебе зарабатывают, и пишут мне гады. Я пишу, я говорю про конкретно, про тех женщин, которые меня оскорбляют. Не про всех. Остальные все нормально. Это ты скажи моему, Единой России, адвокатам моим расскажешь, хорошо? Встретимся в суде, кобыла. Давай, давай. Поехали. За клевету. За клевету. Вы меня обсираете. Вы сидите меня обсираете. Вы пишете то, что не является правдой. То есть, это не то, что вранье. Вот то, что делаете вы, это клевета. Вот то, что вы делаете, вот это клевета. Но я просто не вы, я не буду ходить там, разбираться. Хотя в три щелчка могу это сделать. Понимаете? За клевету привлечь. Но я просто делать не буду. Я просто выложу сейчас. Я сделал скриншоты трех девочек, которые писали мне гадности. Я сейчас после эфира сделаю сториз, напишу, заколебало, невозможно. Отзовитесь, чей это муж, подруги, друзья, сделайте репосты. Просто ужас. Присылает свои голые фотографии. Я не могу, я знаю, что у нее есть парень. Отзовись, напиши мне. Я ему все расскажу. И ты потом хуй отмажешься. Потому что мужик мужику поверит. Потому что ни один, ни одному мужику в голову не придет мысль, что другой мужик пытается его обмануть. У нас этого нет. Мы друг другу доверяем. Это вы, женщины, как змеи подколодные. Вот так вот. Вы дружить нормально не можете. Вы как в клубок, блядь, слились. Вот так, с детского садика, якобы дружба. Но встает на вашем пути мужчина, который вам обеим понравился. И по пизде ваша дружба полетела. А мы, мужики, друг другу доверяем. И поверьте мне, 10 лет вы в браке будете находиться, мне поверит ваш муж. Который вам скажет, что он мне присылает голые фотографии. И он мне поверит, и вот пиздюлей там получится. Поэтому стяните свои, блядь, маленькие, блядь, накаченные, блядь, ботоксом губежки и проглотите сейчас слюну. Не бойтесь, блядь. Не бойтесь. Все нормально. Просто, блядь, проучу один раз и все. Чтобы потом, блядь, ебальник свой не открывали. И все. Все нормально, девчат, не переживайте. Не переживайте. Доберутся, доберутся, доберутся. Согласна, их очень много. Абсолютно что случилось? Как его так завел? Да никто меня не завел, Света Баска, блядь, сука. Это контент, контент. Я нормальный. Я, короче, нормальный. Я не злюсь. Меня, ну, меня никто не раздражает. Я добрый. Это просто контент. Потому что, если я буду сидеть просто бубу-бубу-бубу-бубу-бубу-бубу-бубу-бубу, это людям неинтересно. Людям интересен трэш, ругань, ссоры. Это контент, контент. Никто не должен знать. Так-то я хороший. Все. Три, два, один. Что, пребляди, блядь? Поняли, что с вами будет? Сучки вы, блядь, крашеные, недокрашенные. Сейчас вы получите дома, блядь, пистона. Такого получите? Так-то на самом деле я добрый. Нет, я на них не злюсь. Не злюсь, все нормально. Правда, я хороший. Тихо, сейчас, подождите. Суки драные, блядь, кобылы пляшивые. Шо, блядь? Получите? Сегодня, блядь, узнаете. Ловите, блядь, лайфхак. Как стать популярной? Да. Сегодня, блядь, ваш муж узнает о вашей популярности. А потом, знаете, а потом на будущее просто свой ротик вонючий прикроете и никогда в жизни не будете тявкать, блядь. И писать гадости в адрес постороннего человека, который вам ничего не сделал плохого. Вы, сука, просто на ровном месте на меня накидываете. Ну, вам. Сегодня получится. Они дома писты. Пистаем дома. А я там... А я же человек творческий. Я там так обрисую, блядь. Я сто процентов, блядь, из десяти в девять попаду. Где родинка, как грудь выглядит. Я же столько женских тел повидал. По-любому где-то попаду, блядь. Из десяти стоит в одно попасть место. Все, там мужик не разбираться не будет. Все, ему этого будет достаточно. Просто, блядь, оставь меня. Сегодня будет секс у вас, девочки. Под названием допизделись. Твори добро на всей земле. Твори добро на тара-та-та-та и на плачевое. Жаль, за всю свою жизнь заработал только золотую карту во все стрепущники Москвы. Там два раза сходить уже квартира в Подмосковье, блядь. Поэтому не пизде. От того, что у меня нету своего жилья, это же не говорит о том, что у меня нет своего жилья. Это говорит о том, что просто я не нуждаюсь с ним. Я не люблю привязываться и кориться в одном месте. И чё я, блядь, купил свое жилье и пиздец. Как дебил, живу в одном и том же месте. Ни денег с него не заработать, ничё, блядь. Ты даже сдать его никому не можешь, потому что ты сам там живешь. А я сегодня пожил здесь. Захотел в другой город уехал. Захотел в другой регион, в другую область. И я переезжаю постоянно. Мне нравится так. Я не люблю привязываться просто к одному месту. Если бы я хотел иметь квартиру в Москве, поверьте, у меня она уже была бы не одна. Поэтому этим вы меня не подкопаете. А у тебя будет сегодня секс? Нет. Я уже забыл, что это такое. Девчонкам, передадите, что, конечно же, я не буду ничего выкладывать. Это полная чушь, блядь. Я такой хуйней заниматься не буду. Но просто я вас очень прошу, ну не оскорбляйте вы людей. Ну не оскорбляйте. Но это некрасиво. Это вас не красит. Правда не красит, девочки. Тем более человека, который вам ничего плохого не сделал. Единственное плохое, что я вам сделал, это просто не обращаю на вас внимания. И вас это злит, и вы начинаете писать мне гадости, потому что понимаете, что человеческий мозг устроен таким образом, что он как раз таки фиксирует негативные сообщения. Вот он просто прям попадает в десятку. И вы таким образом захотели привлечь внимание. Привлекли, все, молодцы, победили. Поздравляю вас с этим. Не переживайте, ничего не буду выкладывать, никого отмечать не буду. У меня реклама ебанистических денег стоит в сториз. Сейчас я вам буду бесплатно вас рекламировать. Как ты без секса? Да хрен знает, не знаю, не так и живу. Давным-давно уже, кстати, без секса я живу. А что, я же с дочкой постоянно. Бабу, конечно, я в дом не приведу никакую. Это вообще не обсуждается. Потом, когда дочку отдаю, все равно дома сижу целыми днями. Кто следит за моей жизнью, знает, что я целыми вечерами до ночи, каждый день у меня стримы идут по 4 часа, по 5 часов. Я сижу с вами, никого нет в доме. Куда-то ходить гулять, я не гуляю, я не хожу. Вот. Зря сказал, да нет, перестань, господи, они сейчас там на панике будут. Зачем мне это надо? Это же девочки. Еще пиздец, блядь. Еще возвышать себя за счет женщин, блядь, глупых. Это точно не моя история. Чем зарабатываю в жизни? Проституция. Идешь ко мне? У меня там сетевой бизнес. Одну беру шлюшку, если еще двух приведешь, блядь, потом будешь процент с этих двух получать. Если те приведут еще по две, уже получается, будешь получать с шести, блядь. Короче, хороший бизнес. Чем занимаюсь, ребят? Работаю, 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 работаю. Каждый день работаю. Каждый божий день работаю. Но у меня такая работа, она, я не хожу, не хожу там с утра до вечера на работу. Я дома работаю, у меня вот за компьютером. Видите, смотрите, я сейчас покажу. Вот видите, у меня здесь вот раз монитор, два монитора. Видите, вон камера стоит. Видите, вот моя работа, наушники. Поняли? Все очень просто. Микрофоны. Вот такая работа. Как написал один из комментаторов, пиздеть, не мешки ворочать. Ну, кто же, блядь, виноват, ребят? Ну, кто виноват, простите? В том, что мне хватает мозгов зарабатывать, сидя дома. Ну, кто виноват в этом? Я виноват? Не думаю. Сейчас я пойду на какой-то, я ни одной работы не стесняюсь. Надо будет говно качать, говно. Будем сортиры мыть, вообще не стесняюсь ни одной работы. Вот. Если мне надо будет прокормить свою семью, я свою семью прокормлю. Вот. И как я это буду делать, это уже никого не касается. Самое главное, что я никого не обманываю. Вот. Я никого не веду за собой, как мессия. Пойдемте за мной, вы станете богатыми. Вот сюда, успешный успех. Я этими занимаюсь. Живу как... Как живу? Живу абсолютно честно. Поэтому и бедный, кстати. Потому что живу честно, потому что... Такой, такой, такой принцип у меня по жизни. Да, к сожалению, к сожалению, честные люди, они... Они бедные люди. Но ничего страшного. Ничего страшного. Мое богатство в другом. В том, что моя матушка жива, пахан жив, мои детки здоровы, живы. У меня есть руки, есть ноги. Я вижу и слышу. Это я уже, я уже, я уже богат выше крыши. И все, что у меня есть в этой жизни, я всегда говорю Всевышнему, я говорю, ты дал мне больше, чем я заслуживаю. И всегда благодарю его за это. Поэтому не все же упирается в бабки. Вот. Есть и в двух словах. Поэтому что-то, что-то стараюсь. Там, где что-то подзаработал, тут подзаработал. Но никого не обманываю. Никого не обманываю. И в первую очередь себя не обманываю. В стрипушнике, ну я хожу, ну да, в стрипушнике ходил, но я не спал там ни с кем. Ну что, ну хожу в стриптиз-клуб и что дальше? Ваши мужья, что ли, не ходят? Ходят все мужики. Я в понедельник пришел в стриптиз-клуб, битком просто мужиками забит. Смотришь на руки, у всех кольца. А вы сидите дома, детей нянчите и потом приходите в мои эфиры и говорите, что я хуесос, блядь. Что я отвратительный, что я такой-сякой, блядь, а вот наши мужья золотые. Ага. Угу. Видел я, как у него на лице, блядь, стриптизерша сидела. Поэтому, девчат, я вас очень прошу, блядь, не лезьте в этот колодец, понимаете? Он такой глубокий. Во-первых, оттуда не вылезете никогда. Да и не надо вам это. Живите спокойно. Пока не знаете, все же хорошо. Что вам, вот что вам, вот что. Такие вещи пишут, стриптизер. Я одинокий мужчина. Я взрослый мужчина. Я имею возможность. Я, ну, хожу и хожу. А как мне, что мне делать? Хожу, смотрю. Но я не сплю же там ни с кем. Но мне нравится, мне нравится эта атмосфера, компания. Девчонки все приветливые, очень открытые, веселые. У всех одинаковые истории. Их две. У всех стриптизерш. Две истории. Первая, это я сегодня только первый день устроилась. И вторая история. Я сегодня, последний день работаю. Вот. Все. Я эти истории все знаю. Я их обожаю. И каждый раз их слушаю, как первый раз. В этом нет ничего зазорного. Особенно для меня. Для одинокого мужчины. Понимаете? Хуже мужики, у которых вон кольца блестят на безымянных пальцах. Вот это да. Их таких, знаете, как говно забаня. Битком сидит. Милая, я на работе задержусь сегодня. Там контракт подписываю. Да, да, хорошо, дорогой. Эй, сиськи, сиськи. Сюда, 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 сюда. Контракт подписывают. Что, подписываем контракт? Подписываем, подписываем. Поэтому, девчонки. Вы следите за своими мужиками, хорошо? А за мной не надо следить. Я за собой сам слежу. Куда посоветовала бы сходить в Россию? Привет из Казахстана. А там огромная выставка. Там ты прям начинаешь от начала до конца. Там куча павильонов. Ты говоришь про выставку на ВДНХ Россия. Куча павильонов. Сходи. Берите, желательно еще берите детей. Потому что там всем будет. Там очень увлекательно, там интересно. Там, ну, прям круто сделали. Прям круто сделали. Молодцы, молодцы. Так, сделай там прямой эфир. Может кто-то своего узнает. Чего? Там же нельзя. Ты что, ты только телефон достаешь, тебе тут же охрана подходит. Тут же охрана подходит. Тебя выгонят сразу и заставят стереть, удалить. Привет, Жек. Как дела? Что новое? Да ничего, ходим, дышим, слава богу. Все хорошо, брат. Это же трепушники. Только телефон достал, охрана сразу подойдет. Не дай бог ты что-то снимешь, а тебя увидят сразу, потому что везде камеры стоят. Все это фиксируется. И все, к тебе подойдет охрана. И при охране будешь удалять. Все удалишь. Все из архива удалишь. Из удаленных удаленные удалишь. Везде они все знают, где могут сохраниться эти фотографии, видео. А потом тебя попросят покинуть клуб. И у тебя будут черные карты. Ты больше в этот клуб не попадешь никогда в жизни. Ты будешь в базе. Вот и все. Понимаете? Ты же думаешь. Все так просто и легко. В Москве есть дома. В Москве есть дома загородные под Москвой. Там на Новориге. Вот. Ты приезжаешь туда. Там человек 10 охраны. Девчонок 100, наверное. Ну, девочек 100. Ну, 80 девочек. Стриптизерш. И вот они голые ходят. И заходишь туда. Там есть все вообще. И ты там отдыхаешь. У тебя на входе забирают телефон. Все забирают. Стоят глушилки по всему дому. Чтобы ты, если там вдруг ты каким-то чудесным образом пронес телефон, он у тебя там не будет просто работать. У тебя не будут сетки, сети. В общем, там все проверяют. Ты проходишь через металлоскадр. И там разные люди отдыхают. И всем весело. Всем хорошо. И все понимают, что никуда это не утечет. Никто об этом не узнает. Ну, вот. Поэтому вот так вот. За такие вещи вышвырнуть нахуй. А так и делают лаунж. Их же вышвыривают. Вышвыривают, не дай бог. Человек из федерации вам все расскажет. Да, Лариса, Лариса. А что такого? А что я не могу? Я видел по телевизору, показывали. По НТВ, по-моему, показывали. По НТВ про эти дома показывали. А в Бете, прям в Ютьюбе, по-моему, даже есть. Закрытые дома, что ли, называется программа. Не помню, как назвалось. Закрытые дома или скрытные дома. Короче, что такое. Я там не был. Я просто рассказывал то, что вижу по телевизору. Я вообще к этому никакого отношения не имею. Вот. И все, что я говорю, это мне все приснилось. Вы что, серьезно воспринимаете мои слова? Хватит вам. Мало ли, что я могу рассказать, где я был. Там я был. Я, блин, недавно, кстати, во вторник на Марс летал. Представляете? Я первым человеком был, который там высадился. Прямо вот по марсианской почве ходил. У меня, кстати, немножко даже Земли с Марса есть. Что, не верите? Реально? Да. И, кстати, невесомость, она там, ну, работает очень сильно в моем случае. Потому что у меня хуйка хвост у кенгуру. Огромный, около 60 килограмм весит. Я на него опираться могу. Поэтому я спокойно ходил. Да. Круто, короче. Прям здорово. Да, еще я воздух могу задерживать на полтора часа. Поэтому я без скафандра там был. А вы, Смитя, не виделись давно? Женька, ты супер. Это я, да, спасибо. Это слава моей маме. Вот. Короче, в деревню хочу переехать. Хочу переехать перед летом. Летом, чтобы пожить три месяца, чтобы привыкнуть вообще к этому быту. Подготовиться и прожить зиму там. И к весне, осень-зиму прожить и к весне чухнуть. Ну, просто для контента. Хочу попробовать что-то. Я вообще постоянно, я такой, знаете, экспериментатор. Мне так нравится что-то пробовать. Вот мы сидим на одном месте. Вот мы даже не задумывались о том, что вот мы, ну, мы сидим постоянно на одном месте. Одна и та же работа, один и тот же мужчина, одна и та же женщина, одна и та же квартира, одни и те же друзья, одна и та же машина. Ну, которая, знаете, периодически все это меняется, конечно. Но по факту ты-то остаешься в одном и том же состоянии. Один и тот же маршрут. Ну, все одно и то же. Одно и то же любимое блюдо. Ну, все одно. А и вот как-то вот, пока вот я один, хочется как-то, знаете, пробовать, экспериментировать. Прям было бы здорово. Было бы здорово. Поснимать для вас такую жизнь. Было бы интересно. Сказочник. Почему сказочник, Аня? А что я рассказал сказочного? Ну, вот скажите, пожалуйста, что вот я сейчас вот, то, что, то, то, что было вытащено из моей оральной зоны, в чем здесь сказка и волшебство? Сидит, сидит парень, говорит о том, что хотел бы пожить в деревне. Было бы интересно, что-то там новый контент. Я разве сказал, что я завтра еду в деревню, у меня там стоит комбайн, трактор, блядь, собака Кузька привязана к цепи и кошка Мурзик, блядь, и петуш, и ты, и петух Валера, блядь. Все меня ждут. Я разве так сказал? Я сказал, хотелось бы что-то поменять, что-то пробовать, экспериментировать. Вы приходите, сказочник, пиздобол, ну что это такое вообще? Как так можно общаться? Ну, это абсолютно вот тоже движение. Это лаунж, сто процентов движения в жизни. И, как правило, кстати, вот люди вот такой формации пишут сообщения. Сказочник, пиздобол, третья десятая. Это те люди, которые вот заикарились в одном месте, бросили якорь. Они даже уже не знают, где этот якорь. Они даже его выкопать уже не смогут. Он, блядь, уже там порос травой, блядь, уже ушел под землю, блядь, на несколько, блядь, сот метров. Захочет даже оторваться от этого якоря. Не получится уже. И вот они смотрят на пацана, у которого есть возможность, да? Ну, по-хорошему, да? Меня что держит? Ну, вот здесь где-нибудь в Подмосковье, где-нибудь у реки. Ну, я бы такую, знаете, в деревеньку, в деревеньку бы, конечно. Деревенька класс. Ну, такая, знаете, не жесткая. Ну, банька там на дровах. Ну, дом, конечно, хотелось бы, чтобы было отопление. Свет, чтобы был. Что-то интернет хороший. Вот так. Ну, просто хозяйство свое завел, огород, хозяйство. Там курочек взял бы, штук 10 несушек. Петушка одного. Только яйца, кстати, только куры. Никаких коров, коз, там, кроликов, свиней, поросят. Вот это там все не хочу. Только курочки, яички. Ну, поставил бы пару тепличек. О, лучок, зелень свою, помидоры, огурцы. Ну, здорово. Тут рыбалка, хлобысь, хлобысь. Блядь, закоптил рыбу. Блядь, кайф чистый. Ой, что я сказочник-то? Рассказываю те вещи, которые, кстати, вот... Я уверен, что сейчас вот мой рассказ, он, кстати, прошел через многих сидящих в чате. Прям вот он... Прямо как, знаете, дополнительный вот глоток сейчас получили вы. Потому что многие об этом мечтают, многие об этом думают. Только разница в том, что у вас работа, у вас семья, у вас муж, дети, у вас там какие-то обязательства. Не какие-то, а очень серьезные обязательства. А у меня... У меня тоже есть обязательства, но чуть попроще мне, конечно. Я чуть посвободнее в этом плане. А я уверен, что сегодня вот сейчас сидят девчонки, меня смотрят. Или пацаны, которые сейчас говорят, ёпористый, кузин, блядь. Я вообще все бросил бы, блядь, поехал бы с тобой в деревню жить. Я тоже об этом мечтаю. Я же не говорю на всю жизнь переезжать. Ну, рядом с райцентром, рядом с городом где-то жить. Что были? Аптеки, больницы, магазины, все. Не надо мне там, блядь, глухой деревне жить. Не про эти деревни говорю. А так, чтобы километров пять уже там город, да, там какой-то что-то все там, цивилизация. Кстати, прям было бы интересно посмотреть, Женя. Я знаю, Катюк, Женя, почему не получилось с гаечкой? У меня есть куры. Ну, вот видишь, я мечтаю об этом давно. Ну, вот видите. А деньги как зарабатывать в деревне? Ну, у меня же дистанционный заработок. Ты классный, сильных летних меняешься. Ты классный, сильных летний меняешься. У меня же дистанционный заработок. То есть, я вообще могу, я не то, что в деревню могу уехать, я могу уехать в любую точку мира и зарабатывать столько же, сколько я сейчас зарабатываю. У меня вообще это никак не повлияет. Как зарабатывать? Я буду зарабатывать. Вы же, а что ты хочешь зарабатывать? Тебе просто нужно будет, если ты женщина, ты должна будешь... Желательно, конечно, найти девочку, которая тоже дистанционно зарабатывает, потому что женщина должна быть самодостаточной. Потому что, если женщина ничем не занимается, ничем не увлечена, она просто в моменте, извините за бестактность, ну, просто она... Ну, ладно, не буду извиняться, другое слово подобрал. Она просто разрушит твой мозг, мужской мозг. Постоянно вот это с гундежом, лень. Женщина должна чем-то увлекаться и увлеченной этим заниматься. И когда женщина что-то еще и зарабатывает, она чувствует себя самодостаточной, чувствует уверенность в себе. Я ненавижу женщин, которые заглядывают в рот. Мне такие не нужны. Мне нужна женщина, которая была бы тоже где-то в моментах, примером, которая бы меня тоже чему-то обучила, каким-то житейским моментом. Также обучалась бы благодаря мне. И вот так мы друг другу, как говорится, были бы полезными. Такая женщина. Потом в дальнейшем у меня есть мысли, это дом на колесах и поехать по России. Это прям... Ну, это прям вот мечта, мечта, мечта у меня, конечно. Это мечта. Причем вот первый пункт, это вот деревню переехать, это вообще-то реализовать вот так вот. Ну, то есть это, ну... Вы же понимаете прекрасно, да? Ну, снял домик, да? Ну, сколько он там стоит? 40 тысяч в месяц. Ну, нормально я имею в виду. Более-менее такой. Мне там лакшери не нужен. Именно такой, знаете, я должен прочувствовать. Дрова рубить, вот эту тему. Ну, снял, пожил там полгода. Девять месяцев. Все, контент она снимал, показал. Все круто. Потом дальше что-то стал делать. То есть хочется постоянного движения. Потому что вот это, блядь, постоянно... Вот я просто в состоянии стагнации. Я, честно говоря, у меня уже до болеватни. Вот клянусь. Я не знаю, как вы, меня уже просто трясет. Я 100% оптимист. Вообще пессимизм мне... Он мне чужд. Ну, вот я каждый день на протяжении вот последних четырех месяцев выглядываю в окно, в Москве живя, я вижу одну и ту же картину. Я не нахожусь в депрессии, у меня нет апатии, я люблю жизнь, все нормально, все хорошо. У меня нет авитаминовоза, которая, да, перед этим. У меня нет какого-то в плане психосоматики, расстройства или там биполярки. Нет, все нормально, я здравомыслящий мужчина, который просто устал от той и той же картинки в окне. У нас мы, к сожалению, не к сожалению, я не знаю, по-разному это можно воспринимать. Но я каждый день вот выхожу, допустим, на улицу, в магазин иду, я вижу одно и то же. Вот одно и то же. Понимаете? Хочется просто себя еще чем-то занять, потому что жизнь в деревне, она же подразумевает постоянное движение. Ты не можешь там, а, сегодня поваляюсь. Нет, ты сегодня поваляешься, у тебя ни хрена завтра не будет. У тебя все сломается к чертям собачьим. Тебе каждый день нужно поддерживать порядок. Тут что-то починил, тут что-то, тут курочки, тут это, тут поехал, там договорил. Ну, это же кайф, пошел к соседу, поменял яйца на молоко, молоко на мясо. Ой, ну это же бомба. Пошел, порыбачил, снегоход, квадроцикл. Да ну вы что, о чем вы говорите? Это чистый кайф. Ну, это как, знаете, жизнь же, она становится прекрасной, когда ты сам себе создаешь какие-то испытания. В хорошем смысле этого слова, да, но не негативные испытания, да, там. А просто, ну, какие-то испытания. Ты сам себя там в моментах где-то проверяешь. Вы же понимаете, что вот там, я городской, как бы, я все равно считаю себя таким человеком социальным. И вот ты берешь и целенаправленно себя лишаешь, там, допустим, того же самого, там, той же самой доставки. Вот я сижу дома, у меня этот самокат, алло, там, вкус вилл, алло. А они мне все через 15 минут, через 20 у меня уже двери стоят. Вот. А здесь тебе надо шевелиться, здесь ножок поднять, надо поехать, заранее продумать, чтобы не ездить по 10 раз. Ты покупаешь заранее продукты. Тут у тебя мешок муки, здесь зерна, здесь туда, здесь мясо, курок, рыба, там, это. Все ты разложил. Ты уже там понимаешь, что ты будешь, уже не получится. Пиццу закажу, сегодня перекушу. Нет. Ты уже должен приготовить уже суп. Пару дней ты его будешь есть, там, а муж и 3 дня. Ты уже что-то второе, тебе уже надо постоянно продумать. И тем самым ты еще и прорабатываешь вот эти мысленные какие-то, да, рефлексы. О, 18.00, сейчас через полчаса пойду дочку забирать. Вот, поэтому, что дочку засадим, садик за дочкой ехать еще сейчас. Через полчаса пойду. Ну, сейчас 10 минут посидим на этом. Ну, в общем, у меня очень хорошие мысли, кстати. Очень позитивные, очень положительные. Не знаю, чего так. Ну, господи, какой бред. Ну, вот видите, бред. Жень, срочно читай свои сообщения, пока ты там про деревню, тут развязочка. Какая развязочка? Где они? Круче их с собой в путешествия. Да нет, потом соседям раздадим, господи. Не знаю, что они напишут. Дочь без тебя не сможет, а в деревню тебе ее никто не отдаст. Хочется посмотреть на твою доченьку. Жень, правильно, лучше в деревне жить. Да я не собираюсь там всю жизнь. Я просто, ребят, это просто мысли вслух. Ну, давайте вот эту. Анна Козлова. Ну, у нее по фамилии понятно, что она к животному имеет отношение. Вот мы ее заблокировали. Какая развязочка? Я так и ничего не помню. Ой, ладно, ребят. Вы так вот, вот вы мне пишите, что я душный. Я на самом деле как глоток свежего воздуха в вашей жизни. Так это не я душный. Это вы так воспринимаете все. Ладно, пошел, пошел. Мечтаю из Москвы свалить в деревню. Да все мечтают. Свет, я тебе 100% даю. Пусть, конечно, со мной спорят. Пусть меня там... Да, да, заблочил я эту животину. Женя, почаще выходим. Пусть там пишут что угодно, говорят что угодно. Но по факту, если я перееду вот здесь, в Подмосковье, в деревенечку, перееду, и скажу, блин, кто хочет вот со мной попробовать пожить? Я уверен, что большое количество людей, я обрету отклик от большого количества людей. Я в этом на миллиард процентов уверен. На миллиард. На миллиард процентов я уверен, что большое количество девчонок захотят жить и вести хозяйство и просто вообще, просто наслаждаться обществом со мной. Потому что я парень-то хороший. Я правда хороший. Не просто неплохой, я прям хороший. просто я выборочно отношусь к женщинам и поэтому я у меня многие конечно не знаю по-разному воспринимает но я после вот допустим мы когда разошлись с маргаритой я начал отношения с сашей спустя там чуть ли не семь лет вот сейчас саша разошелся три года не живу живу один то есть я не бросаюсь вот этой с полыми в огонь у меня нет вот этого знаете когда вот мужчины с одной месяц повстречался со второй там полтора месяца потом еще неделю с третий у меня их просто нет у меня вообще вот этих встречаний я за три года один раз ходил на свидание я думаю кто следит за моей жизнью они знают один раз сходил на свидание сходил с девочкой на свидание потрясающая девочка больше мы с ней не виделись но скажу вам так я испытал максимально удовольствие в каком плане в плане своих внутренних ощущений это знаете такое состояние которое мне откинуло назад в какую-то такую молодость олдскульная очень максимально когда я волновался я переживал я такой знаете испытывал какой-то легкий трепет трепет перед перед не перед девушкой а вот перед самим событием это для меня события целое было потому что я вышел из своей конуры вот я вот там искупался я там ну я купаюсь каждый день все ну я просто вы понимаете о чем я говорю и вот это так было здорово я вот я вот в тот момент себя почувствовал живым вот вот не чопорным живым открытым и в то же время застенчивым и закрытым простите за тавтологию но это было замечательно я до сих пор это состояние помню больше вы с ней не виделись я получил вот весь спектр эмоций на этом свидании но я говорю конкретно за те эмоции которые испытал я конкретно по отношению к самому себе вот понимаете о чем я хотя девочка тоже очень красивая замечательная девочка дай бог это рая рая у нее имя рая потрясающее имя она доктор замечательная девочка великолепная я желаю всего самого наилучшего этой жизни она достойно достойно мужчину в тысячу раз лучше чем я она достойна правда ну а я а я буду работать с тем материалом которые есть правда материала нет никакого ни глины ни пластилина ни теста но ничего что-то что-то может быть господь бог слепит для меня вот что-то может слепит ну посмотрим чего посмотрим ладно чего девчонки пацаны спасибо огромное вам за эфир спасибо вам большое за ваши добрые слова приятные всем хорошего дня давайте пока берегите себя